всем привет мы продолжаем настраивать свой сервис email рассылки и сегодня расскажу почему я отказался от аксель mail и мотик с вами михаил шварц канарский айтишник поехали итак первый сервис вроде бы классный excel mail но я на него потратил около двух недель для настройки пробовал его ставить на сайбер панель хестия на этих панельках у меня все глючило хорошо пошло у меня на панельки fast панель там все запустилось без ошибок вот например какие у меня были ошибки скрипт запущен запущен на сервере из панели cyberpanel смотрите заходим например automation нажимаем редактировать хоп и такая ошибка непонятно от чего автор скрипта мне так ничем и не смог помочь получается automation не работает и на на сервере cyberpanel пользоваться невозможно но я запустил это на на сервере из панель все заработало отлично и я могу сказать что мне не понравилось в этом скрипте по просылкам а почему я решил от него отказаться самая главная проблема в том что вот например есть нас аудитории листы если пользователь подписывается например у меня курс по праге потом подписывается на маршруты по италии система видит его как два пользователя как двух пользователей если он захочет например отписаться когда придет ему email с маршрутами по италии он нажмет отписаться его система отпишет только из первого листа во втором листе он окажется все равно подписанным если он умудрится подписаться на 5 моих разных рассылок захочет отписаться потом будет писать мне гневные письма так у меня уже было с одним сервисом email рассылок и это мало приятного я уже веду свои рассылки около 20 лет и я знаю о чем говорю вот это самый самый большой минус почему почему я решил отказаться также здесь слабая автоматизация например берем обычно автоматизация пользователь подписываться на email рассылку мы особо ничего есть не можем поменять вот какие есть варианты старта автоматизация это подписался на лист нерождение еще какая-то штука добавленная если он попал в выборку аудитории но это ничего особенного то есть по сути здесь есть только три стартовых действий это он подписался на лист рассылки он попал в новую аудиторию либо через айпи а дальше например следующее действие идет мы отправляем ему email тут все нормально после этого например я могу могу назвать назначить тег что он у меня подписался по италии но этот тег нигде нельзя использовать какие у нас есть условия прочитал email кликнул на ссылку вот все что мы можем отслеживать какое письмо он прочитал и сколько ждать это действие 12 часов один день или три дня или сколько хочешь ничего в общем то такого сверхъестественного нет и еще например пользователь прошел всю нашу серию рассылок и в конце мы хотим например его переместить в основную базу но мы этого сделать не можем мы можем только его скопировать ну вот например можем обновить его какие-то строчки с данными добавить тег то есть это ничего такого либо скопировать контакт в отдельную базу переместить мы его не можем то есть в итоге у нас пользователь останется в этой базе и его кайфе будет в другой базе и мы опять будем плодить одних и тех же пользователей по разным базам третья проблема она не такая важная в общем то исправимая но здесь нет русского языка это значит что все страницы там подписки и отписки все это будет на английском языке это конечно можно все исправить я подправил но это все требует время и знания английского чтобы перевести эти главные страницы на генератор лендинга здесь вроде бы есть но очень простенький вот такие минусы они конечно небольшие но рассылку вы делаете на много-много лет вперед и хочется чтобы все работало идеально следующий сервис который я испытывал на своем сервере он называется моутик этот скрипт в отличие от аксель мэйл бесплатный аксель мэйл стоит по-моему где-то 69 долларов этот абсолютно бесплатно но и он самый-самый простой здесь есть русский язык кстати все самое обычное есть как и в других сервисах подписки и отписки следить за тем чтобы когда письмо попадет спам придет письмо на ваш баунс и мэйл все это есть здесь в общем то все нормально но есть одна большая проблема здесь нет встроенной системы подтверждения подписчика то есть это когда подписчик подписывается на вашу рассылку потом ему приходит письмо типа подтвердите свой имейл что вы хотите получать эту рассылку то есть такого нет а это очень важно для того чтобы рейтинг вашей рассылки в лице почтовых сервисов был всегда хороший вы конечно можете обойти эту штуку за счет того что вы создадите автоматизацию но если у вас например 10 листов рассылки и вы должны сделать вот эту автоматизацию с каждым из них то есть это как как видите трата времени поэтому сервис смоутик я тоже от него отказался ну и еще одна проблема я вспомнил это в том что мне ни разу не удалось его обновить без ошибок каждый раз когда нажимаю обновление он обновляется и зависает на каком месте и после этого сам сервис и скрипт становится не рабочий и приходится восстанавливать из бэкапа то есть это тоже достаточно опасный способ и и шанс что вы лишитесь работающего настроенного сервиса рассылки это поэтому я тоже отказался от сервиса мотик вот и все что я хотел сказать спустя двух недель настройки email сервисов у меня до сих пор нет нормального решения но у меня есть один сервис на примете о котором я расскажу в следующий раз если у меня получится его настроить в общем то и все что я хотел сказать не забывайте ставить мне лайки под этим видео я жду ваши комментарии и вопросы с вами был канарский айтишник михаил шварц всем пока